Франц Девалан Сначала Девалан служил на Балтике, потом участвовал в русско-шведской войне. Весной 1789 по просьбе Потемкина военного инженера перевели на юг под командование Суворова. Девалан проводил разведку у Бендерской крепости, тогда еще турецкой, укреплял Рымник и Хаджибей, штурмовал Акерман и не только. Он вместе с Суворовым готовил такие осадочные окопы при штурме Измаила и принимал участие в штурме Измаила. А затем, после того, как по Ярскому мирному договору река Днестр стала границей между Турцией и Россией, и было написано там, правый берег остается за Турцией, а левый за Россией, он был озадачен тем, чтобы укрепить эту новую линию границы и, собственно, он этим и занимался. Девалан осматривал земли на левом берегу Днестра, подбирал идеальное место для крепостей. Их планировалось четыре. Одну из них хотели разместить в устье Ботны, но Суворов возразил, Ботна сильно разливалась. Солдаты часто болели малярией, крепость срединную возвели ниже. Проектировал Девалан и наш Григориополь, а еще Одессу, Аведиополь, Николаев. Во время обмена послов в Дубосарах в 1793-м военный инженер тоже присутствовал. Со своей такой военно-топографической точки зрения он оценил возможные варианты будущих мест военных действий. Они по ходу определяли, где, возможно, переправа, где, если что, можно было бы расположить войска и так далее. То есть его, скажем, талант, он позволил очень многое сделать правильно. И предвидения, и конкретики, и результатов работы, и того, что в нем это сочеталось, вот, наверное, поэтому Террасполь так благополучно прожил много лет, потому что у его старта стояли такие разносторонние люди. Позже Франца Девалана перевели в Петербург. Он строил дороги и прокладывал водные пути по всей Российской империи. В Террасполе есть сквер Девалана. Стоит бюст. АПРБ на днях выпустил монету в честь первого архитектора Террасполя.